Андрология – область медицины, которая изучает заболевания мужской половой сферы и методы их лечения. Эти болезни идут из детства и выявляются еще в раннем возрасте. Они непосредственно влияют на репродуктивные функции. На сегодняшний день миллионы мужчин страдают этим недугом, и не во всех случаях получается от него избавиться. Но если не начать заниматься им вовремя, то в будущем он будет только прогрессировать. Самое главное нарушение фертильности, как мы говорим, это отсутствие потери способности деторождения. Это самое главное, я считаю. Ну и половая функция, и все с этим связано. И демографический, и социальный аспект. Во всем мире врачи борются с этим заболеванием. Каждый год делаются новые научные открытия в области их лечения. В городе Видное уже в шестой раз проходит Московская областная конференция, куда приезжают медики из разных стран, чтобы поделиться своим опытом. Здесь можно встретить гостей из Германии и Швейцарии. Их объединяет одна цель – избавить человечество от проблемы, которая напрямую влияет на демографию. Нам очень приятно, что эта конференция проходит именно в стенах Видновской районной клинической больницы. В наших стенах есть кафедра хирургии, и есть медицинские работники, которые имеют звание, в том числе доктор медицинских наук. И я думаю, что то, что здесь будет обсуждено, оно обязательно послужит каким-то очередным плацдармом для внедрения научных новаций в практику. Помимо андрологии, участники конференции затрагивают смежную область медицины – урологию – болезни, связанные с органами мочевой системы у мужчин. А если точнее, то с недавних пор сочетание этих наук стало носить официальный статус и название уроандрология. По мнению специалистов, именно изучение обоих направлений может привести к высоким достижениям в лечении. В связи с этими быстрыми изменениями во всех представлениях о диагностике, тактике введения, лечении больных, возникает необходимость общения вот такого. Представления сейчас изменились, их надо донести до сознания всех вот этих специалистов. В связи с растущей актуальностью проведения данной конференции, со следующего года было решено проводить ее на более широком уровне под эгидой Московского областного клинического научно-исследовательского института. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова